Три дня в Санкт-Петербурге работал Международный экономический форум. Делегация Чувашева главе с Михаилом Игнатьевым была самой активной участницей пленарного заседания, деловых встреч, круглых столов, панельных сессий. Ключевая тема повестки дня – поиск нового баланса в глобальной экономике. В экспоцентры Северной столицы приехали десятки тысяч гостей. Каждый день здесь проходили сотни мероприятий, подписывали стратегические документы. Одна из интереснейших тем – перспектива развития моногородов. Эксперты обсудили ее в так называемый нулевой день форума. Два муниципалитета республики Алаты Реново-Чебоксарск уже прошли конкурс и получили средства с федерального бюджета. На очереди Канаж. За счет субсидий фонда в городе реконструируют очистные сети, обустроят индустриальный парк и отремонтируют дороги. Заявки в Федеральный фонд развития моногородов готовятся подать Мариинский посад и Шумерле. Эксперты говорят, необходимо объединить и тиражировать лучшие практики реализации федеральной программы. Регионы могут быть полезны друг другу, и губернаторы это прекрасно понимают. В целом, правительство страны отмечает, что управленческие команды регионов справляются с задачами. На площадке экспоцентра, а это примерно 20 футбольных стадионов, была развернута выставка инноваций. Свои ноу-хау представили более 700 компаний России. Важную роль в расширении зарубежных связей отводят регионам. На полях форума региональные власти подписали солидный пакет документов. Чувашская сторона заключила соглашение о партнерстве с Федеральным агентством стратегических инициатив. В ведомстве обобщают лучшие практики социально-экономического развития субъекта федерации. Безусловно, в Чувашской республике есть ряд лучших решений. И мы ждем уже в этом году, будет объявлен новый конкурс, ждем практик, безусловно, от Чувашской республики. Кроме того, глава республики и губернатор Чуменской области поставили подпись в долгосрочном документе о партнерстве. В этот регион будут увеличены поставки электротехники. В Чумене ее закупают нефтегазовые комплексы. Сотрудничество обещает быть многопрофильным. Традиционно области, в которых мы обмениваемся, скажем, новшествами и достижениями, это, естественно, агропромышленный комплекс, потому что и та, и та территория имеет достаточно большое количество людей, которые проживают в сельскохозяйственной зоне. Это тоже одно из направлений, в котором мы сотрудничаем. Ну и, конечно, нельзя сбрашивать со счетов как раз гуманитарное сотрудничество в области культуры. Михаил Игнатьев провел ряд деловых переговоров с руководителями крупных предприятий страны. Он встретился с генеральным директором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Речь шла о сотрудничестве с ферминационных разработок для нужд отечественного автомобилестроения. На форуме были оглашены и результаты национального рейтинга. Если в прошлом году мы отмечали эффективность и больший вклад федеральных органов власти, то теперь стал заметен существенный вклад региональных команд. По-настоящему включились губернаторы, руководители проектных офисов. И вот результат. По сравнению с 2016 годом 51 регион улучшил свой интегральный рейтинг. Чувашская республика тоже один из уникальных, наверное, случаев, когда рост по всем показателям рейтинга. Чувашия улучшила позиции в области инвестиционной привлекательности регионов, поднявшись с шестой строчки на вторую. Таким образом, республика вошла в тройку лидеров среди 85 субъектов России. Чуваши, отмечают эксперты, демонстрируют рост по многим показателям. Рейтинг отражает, как развивается бизнес в регионе и не встречает ли он на своем пути серьезных административных барьеров. Ведь именно предприниматели оценивают работу властей и субъектов. Касаясь контрольно-надзорной деятельности, на самом деле это проблема для всех нас и для Чувашской республики. Но мы здесь вышли на другой публичный открытый уровень. Все те контролирующие органы с учетом принятых регламентов, стандартов сегодня в публичной форме уведомляют предпринимателей. Наша задача создавать высокотехнологичное, высокопроизводительное рабочее место. И это у нас получается. Нужно будет конкурировать в масштабах страны. И благодаря технологиям эта конкуренция становится более прозрачной, никуда не денешься. Ведь прозрачность касается не только нас, федеральных чиновников, она будет касаться всех публичных уровней власти. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов изменился кардинально. Многие лидеры прошлого года остались далеко позади. В первую двадцатку выбилось немало новичков. Эксперты и члены правительства говорят, что только эффективно работающим командам удалось улучшить показатели и войти в стройку. Пример Чувашии необходимо тиражировать. Демонстрация такого важного примера, когда не самый сильный регион с точки зрения природных ресурсов или других каких-то конкурентных преимуществ, вот такой детальной, скрупулезной работы двигается довольно серьезно вверх, занимает второе место, оставляя позади себя очень большие, мощные регионы. Оценку дает бизнес, и бизнес высказывает свои претензии, недовольства, или наоборот одобрение каких-то позиций и роль команды губернатора в том, чтобы отреагировать и исправить ситуацию как можно быстрее. В республике нет ни одного провала, ни по одному пункту. То есть год за годом команда губернатора, она идет по всем пунктам, не допуская ни одной слабины. Это так называемое фронтальное качество. Все институты развития сформированы, они декапитализированы, уделяется максимальное время подключению к сетям, к получению разрешения на строительство, к нефинансовым мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Регуляторика отслеживается, что как только появляется в других регионах лучшего, тут же внедряется. И вот это при всех ограничениях по размеру, по местоположению, вот дало вот этот, я считаю, уникальный опыт Чувашской республики. В пленарном заседании участвовал президент России Владимир Путин. В первую очередь он говорил о развитии цифровой экономики. Владимир Путин назвал Чувашию в числе регионов-лидеров, предметно подключившихся к формированию благоприятной для предпринимателей среды. Важно, что в формирование открытой и благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы. Такие примеры сегодня показывают республика Татарстан, Чувашия, город Москва, Тульская область, Калужская область. В этом году они стали лидерами национального рейтинга инвестиционного климата. Целый ряд, да, можно их поздравить, спасибо. На уровне страны сформирован целый набор инструментов поддержки инвестпроектов. Первое. Нужно поставить на прочную системную основу механизм проектного финансирования. Минимизировать риски для инвесторов на всех стадиях, от подготовки проектов до их реализации. В том числе за счет частичного предоставления государственных гарантий. Второе. Чтобы обеспечить опережающие темпы роста экономики, нам нужно значительно увеличить вложения в транспорт, энергетику, связь, другую инфраструктуру. Источником дополнительных инвестиций должен стать именно частный капитал. Далее. Сегодня носителем прорывных новаций очень часто являются малые компании, так называемые стартапы. Как правило, их создают молодые исследовательские команды. Уверен, они способны стать эффективными партнерами крупного российского бизнеса. И мы будем расширять такое партнерство, создавать необходимую инфраструктуру. На базе наших ведущих вузов намерено начать формирование инновационных научно-технологических центров. Здесь на одной территории будут сосредоточены и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные, и венчурные компании. Все они будут тесно интегрированы между собой. Правительство страны отмечает, что критерии рейтинговых оценок будут совершенствоваться и дальше, но у лидеров есть все шансы сохранить свои позиции. Для бизнеса это тоже, с одной стороны, это признание за то, что и бизнес делает, особенно высокотехнологичный бизнес, электротехническая промышленность Республики Чувашия, которая известна не только на Россию, а уже на, конечно, СНГ, но и на другие европейские страны. И это тоже потенциал для привлечения нового финансирования, для привлечения новых зарубежных партнеров. Я повторю тоже слова президента Путина прошлого года, когда он говорил, что импортозамещение и локализация производства – как раз это шанс для отечественной промышленности, чтобы вместе с зарубежными партнерами привлекали новые технологии, которые дадут результат в близком будущем. И еще хорошие новости Санкт-Петербургского форума. Чувашия вошла в число лучших регионов, где снижается младенческая смертность. В федеральном здравии говорят, что Республика может стать примером для других субъектов страны. В контексте тех вопросов, которые сегодня обсуждались, я бы еще хотел отметить опыт региона в пропаганде и мотивировании нашего населения на ведение здорового образа жизни. Когда глава региона сам активно во всем этом участвует, создает условия для своих жителей, это заслуживает большого уважения. Среди 85 субъектов страны Чувашия занимает 5 место по эффективности работы системы здравоохранения. В регионе увеличивается количество долгожителей, в сферу медицины внедряются современные технологии. Субтитры создавал DimaTorzok